Приветствую, друзья! Я Виталий Порников. 8 августа 2008 года Российская Федерация напала на Грузию. Начался новый отсчет времени на постсоветском пространстве, который, можно сказать, завершился 24 февраля 2022 года началом большой войны России против Украины, изгнанием миллионов людей со своих домов, смертью тысяч людей на поле боя и под ракетными обстрелами российских захватчиков. Война против Грузии была настоящей репетиции всего того кошмара, который переживают сегодня жители Украины и, можно сказать, весь мир вместе с ними. Мир, который принимает украинских беженцев. Мир, который помогает Украине оружием. Мир, который видит на собственных телеэкранах и экранах компьютеров страшные картины смертей и разрушений, которые сеют на украинской земле российские захватчики. Но в 2008 году так уже было. Было нападение на суверенное государство. Были бомбардировки мирных городов и смерть мирных жителей. Были этнические чистки на территории оккупированных Россией, Абхазией и Южной Осетии. Убивали, изгоняли людей грузинского этнического происхождения, даже не скрывая того, что в 2008 году действует по гитлеровским методичкам 30-40-х годов прошлого века. Методичкам, которые хорошо усвоили два главных военных преступника 21-го столетия. Владимир Путин и Дмитрий Медведев. И мир адекватно не отреагировал на это преступление Российской Федерации. Сейчас можно долго разбираться в причинах. Долго обсуждать то, не был ли тогда спровоцирован президент Грузии Михаил Саакашвили и удалось ли России продемонстрировать, что она лишь отвечает на действия Тбилиси по отношению к территориям, которые Москва фактически контролировала с начала 90-х годов 20-го века. Объяснений может быть достаточное количество. Главное, что Российская Федерация не понесла никакого реального наказания за те преступления, которые она совершила на территории Грузии. А ненаказанный преступник, как известно, преисполняется уверенностью, что он может осуществлять еще более страшные, еще более кровавые преступления. И все это сойдет ему с рук. Исторических примеров этого сколько угодно. Адольф Гитлер ничем не поплатился за аншлюз Австрии. И более того, западные политики договорились с ним о расчленении Чехословакии и присоединении к Германии судетского региона этой страны. Результатом была Вторая мировая война. Гибель десятков миллионов людей. Европа и Азия в руинах. Страшные преступления и репрессии. Если бы Германию удалось остановиться на первом этапе усиления ее реваншистских отношений, все эти люди были бы живы. А Ковентри или Дрезден не превратились бы в груду обломков. Преступление режима Слободана Милошевича в Югославии. Если бы Милошевич был установлен еще на этапе своих преступных действий в Боснии и Герцеговине, если бы Североатлантический союз занялся бы умиротворением диктатора тогда, когда его подручные совершали этнические чистки в Сребренице, то тогда не было бы изгнания 90% населения албанцев в Косово. Не было бы появления того самого конфликта, который и до сих пор не позволяет рассчитывать на мир на Балканах. Если бы на Западе адекватно отреагировали еще и на реваншистские устремления в администрации Бориса Ельцина, где поддержали Приднестровье конфликт, созданный еще советскими бонзами с целью удержания Молдовы в составе Советского Союза, где не стали отказываться от возможности восстановления территориальной целостности Грузии, а напротив фактически оккупировали Абхазию и Южную Осетию. Уже тогда начали этнические чистки против населения этих двух регионов. Если бы не позволили России затянуть в вечную ловушку Азербайджан и Армению в ходе Карабахского конфликта, то возможно не было бы всех последующих событий. Но уж 8 августа 2008 года все стало ясно, маски были сброшены окончательно, мы увидели, что имеем дело с вурдалаками, с людьми, которые ради того, чтобы удовлетворить свои низменные политические амбиции и свои шовинистические иллюзии, готовы действовать как угодно, убивать сколько угодно, разрушать все, что попадется под руку. Символично, что первые бомбежки были связаны с родным городом Иосифа Сталина, того самого Красного Императора, который, собственно, придумал всю ту концепцию уничтожения и экспансии, которой придерживается его верный ученик Владимир Путин. Но, тем не менее, никаких адекватных выводов сделано не было. Тогдашние руководители западных стран фактически договаривались об условиях, очевидно невыгодных для грузинского государства и потакали имперским амбициям Медведева и Путина. Да и, собственно, даже те договоренности, которые были достигнуты тогда, России не выполнены подумать только по сей день, о чем напомнилось в своем заявлении по поводу годовщины нападения Российской Федерации на Республику Грузия. Грузинское правительство. Ну и, собственно, правительство. Мы же видим, что даже после этой войны Россию удалось, если угодно, успокоить и напугать на десятилетия грузинское общество. И это для Кремля тоже очень хороший урок, что с украинцами можно делать все, что угодно сегодня, убивать их сколько угодно, разрушать сколь угодно их территории, все равно потом приползут, если не удастся уничтожить их страну, если придется на каком-то рубеже останавливаться. Безнаказанность российского террористического государства в нападении на Грузию, непонимание большей частью и людей на Западе, и тех, кто жил на постсоветском пространстве, того уровня угроз, которые возникли с этим нападением, стали прелюдией к тому самому конфликту демократии и авторитаризма, который уже начался, уже в самом разгаре и в принципе грозит исчезновением человечества в обозримом будущем. Вот что такое 8 августа 2008 года. Мы думали, что это локальный конфликт, а может быть это просто надпись, надпись на общей для нас всех с вами могильной плите. И теперь необходимо предпринять особые усилия, чтобы это страшное пророчество не сбылось. Спасибо, друзья! Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на него, подписывайтесь на мои социальные сети, на канал в Патреоне, который помогает нам развивать эти проекты. Пользуйтесь функцией спонсорства в самом YouTube. Удачи вам! Продолжение следует...